всем доброе утро добрый рано изрубив интервью другим а будь интервью другим а будь интервью своему житии спеши бы его валеры брался другие у фирмы ktx вот так что до меня целиночка перешла и каждый помогите мне доехать домой в гугле не могу убивать куда-то сюда привело я поставил адрес 29 километров и пани себе поехала будем считать что бабушка перевел через дорогу почему я сегодня катаю приехал я отдавать машину а мне говорят нам надо еще снять и если есть желание можете кататься блин ну принципе я как раз вошел в кураж сейчас понедельник 8 утра я вроде бы перенастроил потому что он у меня на день час чуть-чуть грешил всегда от мысли это плохо становится спасибо совершенно не подписчики за ваши комменты реально дякую я может я не так часто закажу алая всем души благодарен вам мое жуткое творчество заходит кому-то смотрю не заходит а если я еще кому-то помог а это вообще сама вот работа мне всегда нравится когда ты делаешь что-то никому-то помогаешь вот это кайф кому-то приносишь какую-то радость у меня-то всю жизнь в принципе я делал то что кому-то надо по сути всю жизнь серию хорошего дня вам 1478 это прям точно так ну что я взял подвышенный коэффициент первый час работы идет и так забавно слышит о чем говорят люди я имею ввиду про что люди говорят девочки по что говорят про мальчиков мамин сыночек тогда на его надо куда-то отдать в игры играет внимание что вы хотели когда мужчин воспитывать женщину для воспитываю сына я понимаю вырастет сын подводник парашютист наши девочки даст мужчин хотя вы знаете мой папа говорил рожденный ползать и так не может на вопрос почему папа ты не прыгал с парашютом вертолетчик в вертолетных войсках и не прыгал папа у тебя под носом блин каждые выходные а ты не прыгал вот такой был ответ а то от офицера на бвс много а я один день добрый день добрый день добрый день добрый день добрый день день дико и так друзья подводим итоги 23.99 и вот пожалуйста подвышенный коэффициент вышло вышло 240 километр прошел ровно один час 3877 злотых ну что друзья засекаем второй час посмотрим что нам даст второй час добрый день добрый дико так так за концу до конца добрый я до аптеки еще зэмби усували мне тоже дизель дизель бенда ой я така как-то не мовијм царо я разумиј тута ещј дали тута ещј окј окей окей леска твое дикоје бардо дуне и мејго дня Вот вам, пожалуйста, на чай мне дал человек 8 злотых фактически, что не может не радовать. 40 злотых человек мне дал, 31,82, мы проехали 13 километров, получилось 2,40 километра, что есть в принципе неплохо. Для Uber дальнее расстояние, если мы еще умудримся взять заказ назад, 2,40 за километр. И по времени у нас ровно 30 минут, вот за полчаса мы опять заработали 40 злотых. Так, а теперь выезжаем назад, а тут влево нельзя. Можно завертать постельно? Нет, 2 сплошные, ну штраф, зачем? А завертают постельно? Ну те, кто местные, знают, что здесь нет полиции. Еду, кстати, до стоматолога украинского. Моя сегодня зуб рвется. И я мальчика только что привез, он еле говорил, блин, ну что это такое? И там она, кстати, делает по инфизи, по цему, по, можно до ней записаться бесплатно, по, как я угодно, по песелю, по украстату, по статусу украинского. Интересно. Ну я уже не ждала, по цему инфизи, я так еду, но сказали, что и так дешевше. Ну не в принципе. А как вы к ней записываетесь? У меня номер есть. Боже, я у вас возьму, у меня зубик тоже подходят. Я вам сейчас там, ну водила девочка знайома с дитиной до нею. Казала 100 злотих за пломбировку дитині зуба. А мы ходили своїй дитині, вирвали в люксмеді. Вирвали такий, что уже еле-еле на соплях висів, шатався. Но мы не налякали, что там сзади уже новый рижец. Да, да, да. И еще надо срочно. 200 злотих за 3 минуты работы в люксмеді, а там 100 злотих за то, что запланировали. Да, разница есть, конечно. В Киеве також, и везде, где бы вы не были, есть разница. А мы ходили тут до поляков. Не знаю, как зараз меня возьмут, тогда он взял брав 350-400 за пломбировку. Но это дорослость. Не знаю, может отличается, наверное, с цена? Ну материал, возможно, знаете, яка есть материал. Ну, может, не знаю. И, ну не сказать, что мы были супер довольны, честно говоря. Ну, есть такие, вы знаете, я вот ходил до знакомых, потом в Киеве так разболелся зуб, просто пишут, меня его вырывают. Я думаю, что мне так здесь не торчит, ну что мне так торчит. А потом думаю, наверное, она затянется. Ну, думаю, себе хожу, успокаиваю. Потом прихожу к знакомому, говорю, что мне там прям как кость торчит. Я же испугался, что, ну, может, кость торчит, ну я же не знаю. А он говорит, блин, да у тебя там кусок зуба остался. Я говорю, как? Как? Да вот, и вытаскивает мне кусок зуба. Ничего себе. Ёлки-палки. Ну думаю, блин, еще пришел такой, знаете, за деньги рядом с домом. Думаю, сейчас мне себя обслужат. Фиг там. Вот вам, будь ласка, понимаете? Ну, а там, получается, вона ему выгребла, ой, он ему выгребал всякую гадость изнутри зуба, запломбировал, укол, все. Он у него не болит, он, я говорю, как чуха вся внутри. Он ему вроде все выгреб, все, может, недогреб, может, что-то косит, что-то еще. И, кажется, все равно я чувствую его. И тогда он начал уже трошки доить, знаете, типа, а вот это еще, а вот это еще. Хотя, как только-только пришли, он сказал, снял снимок, сказал, что все хорошо, все зубы нормальные, пломбы везде стоят, все окей. И ничего там делать не надо. А потом раз, другий, десятый, а еще вот тут, а еще вот тут. Ну, это уже что-то попаху, и не тем, чем надо. Есть такие, есть такие спецы, да, все-таки, может быть, лекарь такие есть. Мы были в Ирландии, у моего брата там 10 лет уже живем, мы изначально поехали туда. Так там... Ой, а не захотели там вылечить? Там очень проблематично и с жильем, и мову так было очень тяжело изучить, и мы решили сидеть. И, ну, там с житлом все очень-очень плохо, там самим ирландцам не хватает житла, а украинцы еще приехали очень много, то, вообще, там очень тяжело с житлом. И в кошти, ну, супердорого. И казала, девчонка водила дитину до стоматолога, запломбировать, ну, мама один зуб, вона сказала, 800 евро. Всего же просто. У меня на экзамене болосы, где мы встали на голове. Да, просто украинских цен, боже, а как в Украине все-таки было круто, и это ты понимаешь сейчас. Вот почему надо было украинцев так трохануть, чтобы мы понимали, что действительно было круто, да? Все было доступно. Я себе мог позволить прийти в стоматолог и просто сказать, подивись, пожалуйста, просто так. А все, что нужно, все можно сделать. Да, ну, это было не напряженно. Ну, доступно, скажем так. А еще знакомый скидку сделать, взагалі приятно. У нас, взагалі, в маленьком месте половина лекарев, якісь, родители, знакомые. Ну, да. Другая половина, еще там. Ну, вообще, куда не пойди, куда не пойди. А есть знакомые, которые сейчас под оккупацией у вас? Есть контакты с Копулей? Батька. Батька? Не уезжает. И что рассказывает? Ничего не рассказывает. Хандритки. Страшно, да? Блэн, это жарко, конечно. Там же ж дуже и не поразказуешь. Ну, конечно. И он ни в какую не хочет ехать, вот стреляй. От собаки подохнуть, кури подохнуть, город я кому садил. Ну, короче, он уже возрастный таки, и он ни в какую. Ну, же, я шкода. Велопрокоп, который мы уже читали, там, зараз перед Токмаком, это напрямок Мелитополь, а далее Крим. И там точатся постійно бои, там, в церкви залишилась только одна стена, и то не целая. И от кладбище осталось просто, выжжена земля. Да, я знаю, что кладбище страдает. Она говорит, что поедем вообще когда-то, по-перше, и как мы потом будем шукать, как? Да, где могилка будет? Где или как? Кажет, будет просто одна загальная могила, и все. Все ценности наши перечеркнули, правда? Все наши ценности людские, вот, женщины, дети, могилки, все, вот так вот взяли и перечеркнули. О, вот тут, да? Может. Да, 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 это, может быть, оно и есть. Все, спасибо большое. Да, вам дуже дякую, хай, все буду добре. Дякую. И дякую за контакты, дуже дякую. До побачення. Да, до побачення. Я ставлю 21.85, кошта в лоця поистка. 21.85. 10 часов 0,1 минута. Справа есть время, я его подкорректировал, уже должно быть точно. 10.01. И мы за час заработали 65 злотых. День добрый. Добрый. Вы обратили внимание, какие здесь долгие светофоры? Да. Есть такие. Я больше такого нигде не видел. Я вам клянусь. Я же всю Европу объездил. И никого нету, смотри. И ты просто стоишь. Вот это, в Голландии они адаптивные, то есть они мониторим. Нет никого, езжайте. А такие паузы длинные, это просто, можно что-то прочитать за это время. Не обрёс. Спасибо, рассчитывай. Да, всё хорошо. Итого 20 злотых за, сейчас скажу точно, идет уже третий час, я напомню, 26 минут, 10-20, за 26 минут 20 злотых у нас. А, загальноварты из 26 злотых, компенсируют болт. Ну супер, 26 злотых можно сказать. Два с половиной километра подача. Короткий заказ по болту, для того, чтобы не портить статистику за час. Добрый. 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 Чем поема? Хорошо. Вы приняли, друзья. Да, цена. Вы приняли. 30 с копейками злотых за один час. Ну не густо. По городу, два с половиной километра, по старому городу, это очень много. Это очень много. 4 часа я уже работаю. 12 часов дня фактически. И вот сейчас пойдем работать пятый час. Посмотрим, что мы заработаем с 12 дня до часу дня. Добрый. Добрый. Что сказать, друзья? 24 минуты. Это очень долго. За каких-то 8 злотых с чем-то. 7,80. Вот. Остание поисков 7,80. И сейчас 26 минут. Ну это реально долго. Очень долго. Я считаю, что за час мы заработали, за полчаса мы заработали 7 злотых. Ну это ненормально. Да, кстати. Хочу сказать. Вчера. Не поверите. Идем с сыном вечерняя прогулка. В центре Катовицы. Карусели. Идем, общаемся. Классный вечер. Классное настроение. Проходит мимо мужчина с нами и говорит, простите, пожалуйста, вы случайно не блогер, который грузовыми машинами занимается? Я говорю, да, но простите. А как, говорю, вы узнали? Потому что я иду, холодно еще, думаю, капюшон не взял. Говорю, а как вы узнали? А он говорит по голосу. Ребята, человек идет по улице, я общаюсь с сыном. И он говорит, я ваш голос узнал. Фантастика. Ну реально фантастика. Ну все было у меня там. В Убере я встречал, в Литве я встречал, в Голландии я встречал. Но чтобы вот так идя вечером темно, скукоженный, потому что холодно. Вот так вот иду себе. И человек говорит, давай я вас по голосу уйду. Представляете? Ну фантастика просто. Вот это идентификатор голос, правда? Вот и знаете, что интересно, голос не меняется с годами. Вот меняется тело, меняется там, да, внешность. А голос узнаваемый через года. Вот реально, голос это интересная штука. Реально он, он имеет свою какую-то, наверное, особенность. Чего добрый? Чего добрый, парнишка. Овечка. Добрый. Добрый. Пожалел я дядьку, жена не тут адрес ввела. Взял с него, конечно, мог больше взять, но ладно. Время такое. Короче, нельзя тут прогнозировать в такси ничего. Повезет, не зависит от тебя. Взял ты заказ, какой ты взял. Видите, ехали по одному адресу, тут баба. Другой адрес, дочь идет. И так далее, и так далее. Поэтому, все очень. А вот и жабка, а вот и мы сейчас кофе за 8 злотых попьем. Понимаете? Кто знал, что я кофе сегодня попью за 8 злотых? Никто. Потому что мы удачно подъезжаем к жабке. И час мы закрыли. Можно сказать, неплохо пока кофе попьем. Поэтому считайте двумя коротышами и одним нормальным заказиком. И мы в катавитах. Блин, начинает затягивать меня это дело, друзья. Я вот что вам скажу, если честно. Блин, целую нацию мы это кофе посадили. Я в шоке просто. Итого мы уже на работе 4 часа. И вот, в принципе, за 4 часа я 2 раза вышел с автомобиля. Сейчас быстренько пьем кофе. Так сказать, короткий перерыв. И мы снова в работе. Люблю я дочь. Реально люблю. Вот и будильничек сработал. 12 часов. Короче, около 50 злотых закрыл час. Это неплохо. Ну, я вам хочу сказать, этот мужик вытянул мой час. Реально. Тем, что он ошибся. А так было бы немножко хуже. Как вам идея с разбивкой по часам? Мне кажется, это очень даже интересно. По крайней мере, это какой-то есть, вносит азарт. Я всю жизнь, ну, не то чтобы азартный. Я не играл, нет, нет, там, в игровые автоматы. Это я работал в казино. Я наблюдал, как люди с ума сходят. Я за этим всем со стороны наблюдал и офигевал. Нет, я азартный в другом. Я азартный в подводной охоте, в рыбалке. Просто прийти и наловить рыбу мне неинтересно. Мне интересно соревноваться. Вот, например, мы вдвоем залезли в воду. И вот кто больше поймает рыбу, кто быстрее. Ну, вот какой-то есть спортивный интерес у меня всегда. И вот тут присутствует тот самый спортивный какой-то интерес. И я никогда не охотился один. Нет, один раз, по-моему, пробовал. И как-то мне, ну, не то. Вот мне надо, чтобы был напарник какой-то, вот, поехать с кем-то. Вот как-то так. Ох ты, елки-палки. Три километра подача, восемь минут ехать. Я принял заказ, а что делать? Просто стоять, может быть, успеем этот час закрыть. Осталось опять 17 минут. Прям какая-то магия. Прямая-палка 4А в Польше, да? Да. Хорошо. Хорошо. Ты на святы какие-то едешь? Очень красиво выглядит. Скажите, что... Не говори о святы, только... только важную... Так? Моя мама, в той момент, тоже повыше 90 лет Слава Богу, это круто, доброе Я так хочу, чтобы моя матка долго жила Моя мама, она 96 лет Нескало, достаточно Сама себе насекуе ешь Сама себе уготую Сама все сделаю Это очень хорошо Это тяжело, потому что это... И на певно он не палит, нет? Нет, нет, нет Я так... Прямо здесь, право или просто? Нет, просто, просто Так, просто Так Так Очевидно Чтобы полила, то уже не было бы Вау 100% не было Давно Так Бо там в грунде какие-то... Тоже не, не, не Штуру Курде Может, пан zobaczy адрес, а я еще справляю в телефоне Ну, не хочу, чтобы пан смог Ха-ха-ха-ха Может, вправо Тебе Альбо тут, альбо тут Подсюда Натиснуть Вот так Ха-ха-ха Ну, Маш День добрый Добрый небеский самоход Шкода А, видишь, делаем? Добрый зараз Зараз вручу Денькуя Денькуя Ну, такой кайфанул Прям, как мой папа Чем-то напомнил мне Чем-то напомнил мне Майя Подвышенный День добрый Майя, так? Так, 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 Майя Лего дня Лего Лего Извини Восемнадцать ноль два Сорок две минуты У нас остается еще Блин, ну, какие эти светофоры Долгие, ну, как? Смотрите, никого нету Никаких машин Блин, ну, неужели это адаптивное оборудование так дорого стоит, а? Боже, наши дети будут уникальны Ребята Уникальны По-украински разговляя По-ангельски разговляя По-российски Разговляя По-чешски Разговляя Это просто нереальные люди будучи Добрый 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 Доброго дня Щеллю углу я их откорректировал бы они немножко на час неправильно были настроены я говорил одно время по факту показывалось другое подвез файных поляцев трошки поговорил с клубаками я конечно больше понимаю чем могу говорить но уже есть как я чем не бачки вот такие поляки не зная польскую мову так и может быть а вы каждый украинцы не знают украинского может быть смотрят где человек жил на каком языке общался на каком языке в школе учился хорошую практику я получил видя youtube на украинском языке я уже себе більш відчуваю впевненим чем я починал мне было дуже важко починати я вам честно скажу цей вы думаете что что это просто да это не просто я у меня уже не выстачало сил цепи постойно мені кто-то срабатывает зауважение тебе постойно кажут что ты неправильно сказал тебе постин то цей друзей ну цей ж ну поверьте мені це и постина переводчик и як це слово боже як все потім сказал потім розумію шо неправильно сказал потім обрізаєш ну друзі ну вибачайте ось така вот ситуація привет добрый нету болт круто компенсировал такие сложные погодные условия поездки так ну что друзьям можно сказать что еще один час мы закрываем сейчас 1752 я уже не успею при любом раскладе сделать заказ и того получается заказа сыплется просто не успеваешь отказываться такое знаете дождь час пик и того час закрываем за 25 24 74 за 18 минут добрый домов taken both ваши 연락 Ну стоп! Алло! Стоп, стоп! Самоход там. Стоп, попрошу, сука, микро! Самоход! Самоход! Я, я, мол, это окей, кончится! Ну то на полметра, ну какие проблемы? А ты раз окей? Ты раз окей? Прошу спокойнее. Все спокойнее. А ты раз окей, я робил телефон, ты робил? Я разумею, но сейчас не могу. Окей или нет. Самоход не может выездить, Ну что, люди не могут выездить? Чакам, альбунье! Ты кончится, кончится, альбунье. Ты не разумеешь? Я все разумею. Ты, я же, окей или нет. Павел, я вам видео. Что видео? А ты кончится, альбунье. Люди не могут заехать. Кончится, я сейчас. Пам, прошу пенюшки, хорошо? Я даю пензицу курдой, ты не понимаешь меня? Не потребно мне чепать, я еще раз говорю! Я забираю пензицу! Какие проблемы? Камера, полиция, звонка, полиция курдой! Поведь залить микрофон! Какие бывают люди, это просто жах! Все так спортит настрий, что уже ничего не захочешь!